Всем привет, друзья! Очередная новинка от компании Jeep RC. У меня сейчас в руках это Cinewook Cine King. От своего брата Cine Pro он отличается более низким весом. Вот такой вот внешний вид, он достаточно интересный. Защиты, в принципе, не отличаются по размеру и по внешней компоновке от тех, которые использовались ранее. Вижу, что здесь используются пропеллеры E-Max, и, насколько я помню, на этом квадрике также изначально стояли E-Max, но в комплекте также у него были Dalpro 4-х лопастные. Я их себе сейчас оставил, но на самом деле он достаточно неплохо летал на E-Max, а E-Max бить будет вообще очень даже проблематично. По внешнему виду могу сказать, что они значительно уменьшили раму. Если раньше это был квадрик под два стека, под электронику отдельный стек, под видеокамеру также отдельный стек, то теперь вся электроника помещается по центру. Это один стек и, что самое интересное, снизу идет 16 на 16 крепежное отверстие, а сверху идет уже электроника 20 на 20, так как камера Caddx Tarser имеет именно такой крепеж и по высоте она занимает примерно два с половиной этажа, включая алюминиевый радиатор. В комплекте с данным квадрокоптером поставляются четыре запасных пропеллера, еще одна липучка, наконечники для антенн, хотя я ими пользоваться не буду, проще всего антенны расположить как-нибудь так. Здесь вообще у меня Crossfire стоит, потому что стоковый RXSR FRSky приемник не обладал нужной мне дальностью, а главное надежностью. Я брал версию без приемника, буду скорее всего ставить сюда тоже Crossfire или может быть первое время полетаю с RXSR, который остался от того квада. Итак, друзья, переходим на сайт Banggood. Стоимость данного квадрокоптера вместе с приемником под Crossfire составляет 229, под FRSky RXSR 220 версия без приемника стоит 199 долларов. В первую очередь данный квадрик отличается от своего брата, в том что он более менее нормально подходит для полета внутри помещений и также у него есть две версии. Одна с моторами 1103,8 тысяч киви, вторая с 1105,5 тысяч киви. Соответственно, вторая версия, так как у меня, может нормально летать на трех-четырех банках. Первая версия будет летать только на трех банках максимум. Итак, у меня версия 1105,5 тысяч киви. Батарейка рекомендуемая 3.4s, емкостью в 450-550 мАч. Ориентировочный вес данного квадрика 98 грамм. Используется полетник на базе процессора F4, обычная шеститысячная нормальная гира. Таргет Motec F411. Регулятор с поддержкой максимального тока до 12 ампер, но я думаю, что пиковый там будет чуть-чуть больше. Deshot 600, это не Bell Heli 32, это Bell Heli S технология. 16 на 16 посадочное отверстие данной электроники, включая видеопередатчик. Видеопередатчик до 200 мВт максимум, протокол управления RC Trump. И также у него антенка подключается по разъему FL, поэтому, если захотите, вы, в принципе, сможете эту антенку поменять. Однако, напомню, что этот квадрик лайтовый и желательно максимально экономить его вес, чтобы иметь возможность летать внутри помещений. Камера работает в видеорежимах 4K 30, 2S7K 60 и Full HD до 90. Из своего опыта могу сказать, что нормально работает Full HD, 60-90 кадров за секунду. 2S7K прикольно, однако из-за особенностей сенсора, он у нас 4 на 3, а когда вы снимаете в 16 на 9, картинка будет растягиваться. В 4К никаких проблем нет, там используется практически весь сенсор. Картинка нормальная, качество видео приятное, но я не являюсь поклонникам 4К видеосъемки. FPV камера 1200 TVL с минимальной задержкой в районе 10 миллисекунд. Это действительно так, на этой камере Akkadik Starcer очень приятно летать по FPV, нет никакого дискомфорта. Вот такие вот картинки квадрика. И, кстати, смотрите, получаются 1103 мотора, 8000 кВт. Это только по 2 банки для полета внутри помещения. А версия 3.4s имеет уже моторчики 1105-5000. Я не думаю, что имеет смысл покупать чистую версию для полета внутри помещения, потому что на этом квадрике, если я использую трехбаночный легкий аккумулятор 450 емкость или даже 350, можно будет также нормально летать внутри помещения. Главное, неспешно. Давайте сразу, не отходя от компьютера, подключимся в Betaflight. Разъем находится с левой стороны. И что я здесь вижу, друзья? Вижу, что квадрик имеет таргет действительно Motec F411 и прошит он Betaflight M405. На удивление, получается, обновлять его не имеет смысла. Это достаточно свежая версия. В портах на втором будет находиться приемник, а на первом управление видеопередатчиком. Конфигурейшн протокол регуляторов D-Shot 600. Обратите внимание, сразу используется реверс на пропеллерах. Вот такие вот настройки здесь. 4-2 кГц. Почему-то стоит максимум, я думаю, что имеет смысл вообще-то поднять до 8-8 кГц. Потому что F4 процессор вполне нормально позволяет летать с этими настройками. Загрузка процессора 37 процентов. Это окей. Что здесь по галочкам, друзья? Стоит динамик фильтр, антигравити, пищалка моторами включена, поверен батареи. Обратите внимание на показатель скейла датчика тока. Его нужно будет вводить вручную, если будете обновлять прошивку. Пиды, пиды, пиды. Но это не сток, но также я не могу сказать, что это какие-то уникально настроенные пиды. В общем, нужно будет летать, проверять эти настройки. Предыдущий G-Persition Cinewook летал очень хорошо на стоке, на том стоке, который нам предложил производитель. Здесь я введу вот такие вот значения. Это у нас параметры, которые отвечают за уровень стабилизации в режиме, собственно, этой самой стабилизации Angel. Я в таком режиме летаю по квартире. Сохраняемся. По фильтрам здесь, в принципе, я вижу сток. Настройки приемника, настройки полетных режимов буду использовать позже. Уздишка настроена вот таким вот образом. В принципе, неплохо, но для себя я порядок этих элементов поменяю. Лайт стрип здесь нет, и в принципе, можно будет уже отключаться. Итак, давайте подадим питание. Использую аккумулятор трехбаночный от C-N-Shell. Емкость его составляет 450 мАч. Идеальный вариант для полетов по квартире. Однако есть у меня еще вот такие вот тестовые ценошалевские аккумы. Здесь 350 емкость. На таком аккуме можно будет еще более точнее летать в помещении. Видео изображение вполне нормально. Не первый раз я имею дело с Cadix Tarser. Нормальная задержка. И качество картинки приятное. ОСД тарсера выключено. Пульта, кстати, от Tarser в комплекте нет. Поэтому, если вам нужно будет что-то настроить в FPV части камеры, нужно будет поискать пультик для камеры Cadix. Вот такой вот отдельно. Значит, классная картинка. Она меня реально устраивает. И обратите внимание, как работает VDR. Очень хорошо все видно, даже если яркую лампу направить в камеру. Итак, друзья, в чем же все-таки разница между этими двумя квадриками? Данный квадрик имеет моторчики 1105 5000 кВ и этот малыш у нас также имеет 1105 5000 кВ. То есть фактически моторы здесь одинаковые. Пропеллеры будут, в принципе, также одинаковые. Но есть, конечно, разница по весу. Смотрите, если здесь у нас две липучки для того, чтобы более комфортно крепить аккумулятор. Приличная такая по размеру резинка, чтобы он никуда не двигался. Здесь одна липучка. Вторая, конечно, есть в комплекте запасная, но это чисто запаска. Хотя, может быть, ее имеет смысл закрепить вот здесь. И также минимальная по габаритам резинка снизу на раме для экономии веса. В данной зоне рамка облегчена максимально. Сзади используется только одна стойка, хотя есть также дополнительная стойка вот здесь. Камера Cadix Starcer крепится на 3D принтерную платформу. И я вижу, что сверху проходят шлейфы. Поэтому, когда вы регулируете угол наклона, нужно будет, наверное, отпускать эти болты и проверять, чтобы они были затянуты равномерно. Итак, друзья, переходим к взвешиванию. Здесь у меня установлен приемник. Установлена нормальная антенна, две липучки. И камеру я поменял на Runcam Hybrid. Однако это дало экономию всего лишь пару грамм. Итак, этот квадрик весит 131 грамм. Немало, друзья. Наш Ценкинг без приемника имеет вес в 99 грамм. Если добавить сюда трехбаночный аккумулятор, мы получаем вес в 147 грамм. А с четырехбаночным аккумулятором вес составляет 161 грамм. В принципе, это достаточно низкий вес. Первая часть обзора подходит к концу. Сейчас я подключу приемник к этому квадру и переходим к полетам. Погнали! Итак, друзья, я на летной позиции. Сейчас протестируем Ценкинг 4К. Тестировать буду сначала на трехбаночном аккумуляторе. Ценошель емкость 450 мАч. Посмотрим, как он сможет летать плавно. Далее уже установлю 4ХС. Итак, подключаю питание. И летать буду вот в таком вот Еченовском шлеме. Это EV800D. Включил запись. Погнали! Итак, три банки. Постараюсь плавненько полетать без инди-фильтра. Камера, конечно, меня очень радует. Это тарсер и качество картинки в нее очень приятное, друзья. Пока напомню, я летаю плавно, чтобы показать, какое видео может записать этот дрончик, чтобы использовать его, может быть, не в профессиональном монтаже, но хотя бы в любительском. Отлично летает плавно. Камера очень мне нравится. Она реально годно работает по FPV, да и, в принципе, HD-запись у тарсера также неплохая. Она имеет две платы, точнее, две с половиной. Там еще радиатор затесался на полэтажа. Но в этом дроне все влезло по высоте, поэтому, в принципе, тарсер меня здесь радует. Но напомню, друзья, что есть точно такой же дрон, где установлен вместо тарсера ранкан гибрид. И гибрид это уже одноплатная камера. У нее может быть немножко хуже FPV-часть работает, однако качество видеозаписи на флешку меня как-то чуть-чуть больше радует. Но, опять же, это дело на любителей. Я смотрел в прошлом обзоре гибриду, там кому-то больше нравилась картинка, которая записывается на тарсер. Так что дело реально личное. Квад обладает свойствами синеупа, то есть он плавный, он летает неспешно. Конечно, на нем можно и на трех банках понаваливать немножко быстрее. Попробую полетать, но вот максималочка. Она не очень большая, друзья. Километров, наверное, 70, может даже меньше. Я думаю, что меньше 70, да, в полный газ так себе летает. Я не прошивал его на Amuflight, поэтому бывают какие-то вибрации при спуске. Но хотя пиды у него, в принципе, с завода более-менее как-то настроены, друзья. Умеет GPRC их тюнить. В пределах, конечно, возможности самого Betaflight, потому что стоковые пиды на Amuflight работают уже даже, наверное, в половину, а то и в два раза лучше, чем то, что можно натюнить на Betaflight. Про плаш на Amuflight достаточно редкое понятие. Это просто, конечно, бомба. Поэтому всем владельцам дронщиков на F4, полетниках и выше я советую, конечно, перепрошиваться на Amuflight. Тем более, там работа всего на две минуты. Так, полетное время до трех минут уже. Вы могли заметить, что этот клад на трех банках, конечно, по скорости летает совсем неспешно. Но я напомню, что его старший брат, если это у нас Sandking, тот у нас был, блин, в упор, не помню, как он назывался. Ну да ладно, там побольше вес был, почти 120 грамм, здесь вес 90 грамм. То есть они 25 или даже 30 грамм скинули вес относительно предыдущей модели. В чем же они скинули вес? В раме. Рама теперь легкая стала, но не скажу, что это будет как-то на краше устойчивости отражаться. Это раз-два. Скинули они вес на электронике. Там теперь 12 ампер регулятор стоит, а стоял ранее аж на целых 35. Все, пора садиться. Так себе посадка вышла. Так, не забываем выключить камеру на всякий случай. А теперь, друзья, я устанавливаю сюда четырехбаночный уже аккумулятор и посмотрим, как может летать этот дрончик побыстрее. Конечно, стоковая липучка не совсем корректно держит здесь аккумулятор. Она практически не цепляется за свою ответную часть при использовании четырех эски. Поэтому нужно или две липучки юзать, по-моему, вторая в комплекте есть, или поменять липучку на какую-нибудь другую. И, друзья, теперь я буду летать в фатшарках. Итак, друзья, все готово к взлету. Погнали! Так, теперь летаю на кваде побыстрее. Четыре банки все-таки. Прикольно летает. Понятное дело, в фатшарках относительно E-Channel. Видно все намного лучше. Вот теперь можно на кваде подновалить немножко. Скорость у него, конечно, все равно не потолок. Вот максималка, ну, километров, наверное, может 80-90. Квадрик небольшой и киви моторов его так рассчитано, чтобы он скорее больше летал по времени. Тише, без вибраций различных, чем жестко наваливал. Отличная камера. Тарсер, да, действительно радует. В HDO это вообще заметно прям максимально. Точное изображение, классные цвета. Квад летает шустро. Давайте посмотрим, что там сверху. Запишем видео. Солнце против Солнцевидер у Тарсера просто тоже божественно работает. Молодцы, конечно, в Caddx хорошо поработали над дроном. Есть помехи, потому что 200 милливатт. У предыдущей версии было 500, но она была и дороже, во-первых, и тяжелее. Очень, очень и очень существенно. Для полетов по помещению, а ведь именно и такая версия есть у этого квада в копилке. У меня по 3-4s, а есть точно такой же квад по 2 банки. У него совсем другие моторчики используются, поэтому он вообще идеально подойдет для полетов по квартире, по какому-то залу, в помещении. Там, в принципе, на том моем любимом джиперси втором 4к, который 125 грамм весит. На нем по помещению нормально-то не полетаешь, потому что он как корова на льду. Да, туда нужно и 3 банки ставить, минимум и 4 банки ставить. Он просто тяжелый, поэтому при полетах по квартире, я думаю, это просто не ваш вариант. А на этом квадрике, в принципе, можно будет полетать даже по квартире при использовании трехбаночного аккумулятора или же двухбаночного аккумулятора. Да, он не очень быстрый на улице, но, в принципе, напомню, что в первую очередь это у нас синий вуп, и он должен генерировать неплохую картинку, что он делает очень даже хорошо. Останавливаю запись, хотя, опять же, на тарсер должна работать автоматическая остановка записи при отключении питания. Итак, друзья, подходим к выводу, что могу сказать по данному дрончику. Он однозначно легче, чем предыдущая модель. Здесь используется стек 16 на 16, при том все это дело собрано бутербродом. Сначала регуль, полетник, видеопередатчик 16 на 16, далее идет переходник и установлена камера Cadic Starcer уже в крепление 20 на 20. Антенка здесь осталась прежней эта диполь. Она, по-моему, имеет ОФЛ разъем. Мне отсюда, кстати, очень плохо видно. Да, вижу все-таки разъем. Это ОФЛ. Моторы остались практически те же. Здесь киви 5000, то есть под 4 банки. По-моему, там также было что-то около 5000 киви. Камера крепится на двух 3D принтерных таких вот площадочках. Нормальный вариант, минимум желе. Напомню, что у него, по-моему, ND8 фильтр в комплекте шел, и с ND8 фильтром можно будет сделать еще меньше желе. По защиткам, что могу сказать. Да, они, в принципе, выглядят крепко, продуманно, сделаны. Однако, на том своем G-Precision 4K вупе я уже одну защитку треснул и желательно будет заказывать запасные защиты. Благо, они есть. Что еще радует, друзья, посмотрите, здесь полноценная синевуповская рама и камера вынесена очень сильно вперед. Поэтому никаких пропов, никаких защит в кадре у вас никогда не будет. Это сделано реально удобно. И в этом плане G-Precision молодцы. Карбончик здесь хороший. Я не думаю, что он будет ломаться, потому что куда там 100-граммовому синеву поломать карбон, это очень-очень вряд ли. Камера Cadix Tarser снимает более-менее нормально в 4К. Даже мне нравится, как снимает она в 4К. Однако, 60 fps у нее доступен только в режиме Full HD, потому что, если 2.7K режим включить, там при 60 fps будет соотношение сторон 4 к 3. Мне такой режим не нравится. А гибрид может похвастаться от компании Runcam, конечно же, может похвастаться тем, что у него есть 2.7K 60 fps при соотношении сторон 16 на 9. В общем, Quad вышел неплохим, однако убийца его предыдущей модели я назвать не могу. Он имеет плюсы только в том, что он легче. Рама у него легче, электроника у него чуть-чуть похилее. Я, кстати, думаю, что 12-амперный регуль – это просто предел для данного типа квадрокоптеров. И меньше, чем 12 ампер точно не стоит ставить на вупы, синевупы. Там же было 30 или даже 35 ампер, то есть тот квад, конечно, можно было бы потом разобрать и пересадить на какую-то раму побольше. С этой же электроникой такого сделать, понятное дело, не получится. Ссылка на его покупку находится в описании под видео. Если вам что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. Чтобы он лучше летал, я советую перешить его на AmmoFlight. Это прикольная прошивка, и переход на нее с Betaflight занимает буквально 2 минуты. Ранее я на своем канале делал обзор на эту прошивку. Не забывайте подписываться на мой канал, друзья, вступать в мою группу ВКонтакте, Фейсбуке. Там вы можете пообщаться со мной на стене. Также, друзья, не забывайте про RC-чат в Телеграм. Там уже больше, чем 1500 человек общаемся онлайн на тему FPV квадрокоптеров. Решаем ваши вопросы по дроном онлайн. Также у меня есть RC-канал в Телеге, где я опубликую купоны. И с помощью них вы можете реально сэкономить при заказе из интернет-магазинов Banggood, AliExpress и прочих других, которые торгуют FPV-моделями. Поддержите это видео лайком, друзья, и увидимся в новых тестах. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok